А вот, смотрите, россияне, чтобы вы знали, что такое забота о населении. Вот видите, публичные, как сказать, bath houses. Bath of Trahan. В общем, это были как бы душевые современные, современные ванны. Это было так интересно устроено. Смотрите, огромные бассейны, где можно было, ну, либо заниматься спортом, плавать, как бы купаться, либо можно было сидеть в таких небольших ваннах. Некоторые из них были холодные, некоторые из них были очень горячие, смотрите, очень, как джакузи, как сауна. Представляете? Представляете, все вот это работало. Сауны, холодные бассейны. Тут были же поля, где можно было там заниматься борьбой, играть в мяч. Вон мяч, видите? Видите, целое, как бы, на это место, где можно было познакомиться, общаться, расслабляться, делиться новостями. Получать удовольствие. Жители Рима очень любили купаться. Они были чистоплодами. А вот канализация. Видите, все это сливалось потом и шло потом дальше. Видите? Посмотрите, как все устроено. Ну, в ваших городах хоть что-нибудь подобное есть, чтобы можно было сказать, вот здесь у нас живут люди, которые наслаждаются жизнью. А вот еще, видите, тоже арена. Очень большое здание для рейс, для скачек. Люди, которые выигрывали скачки, становились очень богатыми. Их одаривали деньгами. Это было довольно опасно для жизни. Вот видите, у него были такие специальные доспехи для протекции ребер. Колесницы, представляете? Шлем, корсет. Ну что, россияне, вы великие? Часы были придуманы, видите? У вас часов не было. Петр Первый не жил по часам. Борис Гудунов не жил по часам. Вон, видите, пока они вокруг этой сцены по семь, по восемь раз объезжали, тут были фонтанчики, где можно было попить. Какие-то правила соблюдались. Дельфины, экс, переворачивали, чтобы следить за Скор. Классно, да, жили люди? Не то, что выросли, а не вам даже собраться нигде нельзя. А, я еще забыла сказать. Вот в этих домах, где была сауна, все такое, была вентиляция. Представляете? Вот в ваших домах даже вентиляции нет, видите? Там были такие вот полые кирпичи. Через полость кирпичей проходил воздух вверх. И теплый уходил обратно. А чтобы нагреть здесь внизу здание, внизу, чтобы было жарко, чтобы люди могли там париться, да, типа баня, парная. Вот через стекло солнце нагревалось, через стекло внутри помещения становилось жарко. Представляете, стекло было, стекло. Я не знаю, в каком году у вас на России появилось стекло, но у вас не было ни стекла, ни вентиляции. Очень-очень давно, очень долго. Так что вот это называется великая история. И этой историей можно гордиться.